я добрый вечер мы как всегда с вами на телеканале все of a после на ютюбе здесь появится сплывашка как обычно где нас можно найти давай вечером каждую пятницу на телеканале все of a обсуждаем новости которые случились за эту неделю долго опять затягивать не буду у нас как всегда в гостях кто обсуждает новости гоша гоша реальный вахтовик он реально ездит на север зарабатывает деньги но выглядит как как сын этого человека который очень много зарабатывает дает себе деньги чтобы выглядел хорошо правильно давайте больше поаплодируем замечательный человек хасал для меня для тебя у меня сегодня сюрприз и я подготовил тебе чайный гриб я хочу чтобы обязательно ты его вырасти как своего сына потом он заменит тебя и будет помогать себе давайте хасал поаплодируем сегодня тоже с нами ну я артур не зала в директор всех официальных у директор а вот редактора всех лика к вайн городов и а также руководитель стендапа в городе уфа художник художественный руководитель назовем тебя так спасибо я знаю ты сегодня с первым вышел к нам пришел с работы я второй день уже работаю меня взяли программистом в пространство делаю сайты пока теперь официально ты можешь не мыться правильно как и любой программист не быть и башкой пришел сегодня это не мои шутки это шутки были написано чайном грибе который смотрите первая новость сегодня в уфе задержали водителя с купленными в интернете правами просто гаишники обидеть что он не у них купил смотрите как сообщает пресс-служба мвд рб 40 40 летнего водителя рено логан из уфимского района задержали в столице при проверке документов инспекторы усомнились в подлинность его прав и проверили его по базе данных догадка оказалась верной права были фальшивыми пинчу он даже не боролся свои права не мне кажется он спалился ну тупо то что они попросили него права а он такой из упаковки начал их доставать ценник еще этот зеленый такое ощущение что он их просто на алиэкспрессе заказал где вот это дебильное описание еще права мужское женское модно молодежно если про вас алиэкспресса там ну всякое может прийти и типа там нашли большие про просто сидеть достает где башку над ставить мне кажется настолько он спалился там просто фотка с тачкой на правах не там нормальная часть была первая передняя часть прав там сзади просто написано водитель категории camry 35 может она купил права с приколом вот эти которые открываешь там те жук на палец и полицейский берет так ему сразу жук да и 500 рублей мужчина признался что купил их в интернете оплатил услугу онлайн логично а потом забрал посылку с правами на почте ну то есть опять тут он не ошибся то есть ничего не нарушался меня вообще складывается странное ощущение по поводу этой новости человеку 40 лет он ездит на рено логан ну явно таксист для чего еще он покупает и у него за все это время не появилось настоящих прав было бы забавно если бы еще водитель сам не настоящий оказался они как в скубиду маску снимают начальника и если бы не вы мой план совершился окей следующая новость очень веселый веселым заголовком я думаю что это никогда бы не произошло в 2020 году но произошло в 2021 году конец высшей школе в республике в башкирии планируется объединить гау и у готов к ульпгал ты настолько не уважаешь богу да это тоже игра я учился в педауниверситете мне все равно самое лучшее образование явно не там нет смотрите богу и у году объединяются круто для кого мне кажется и зуба ту просто отчислили сына как интересного человека он пошел до учиться в иглу им было проще присоединить богу обратно чем вернуть его к себе что он армейка не терял военной кафедры два крупных вуза республики бгау бгау два крупных вуза республики богу и в году планируется объединить об этом ученому совету богу сообщили 26 января а ученому совету угату 27 января день форы дали богу додумали сознание это был день чтобы они порадовались ура мы не шарага ну на самом деле мне кажется этот тренд сейчас пойдет сейчас все начнут объединять этот бгау объединяется башкир там с киской которые рядом стоит скорее всего я знаю педа университет может сразу с этим загасить на дворобе там и рабочие места от мне вот мне как бывшему студенту году реально вот интересно кто будет ректором ну потому что есть ваш бурьер есть в уготу ректор решать будут камень мышцы бумага как как за что-то дугу проходит смотрите не очень жалко то педа университет сейчас не жалко наоборот как он выдержит педа университет ребят ну то есть раньше бы губы равно на себя какие-то обязательства по макдональдсу работе или работникам я навсегда а сейчас на сейчас педа университету какая нагрузка специалистов готовит на поэтому и из беды объединяться выживать смотрите известно что коллективы выступили против по их словам ни одного разумного аргумента в пользу этого проекта не было предоставлено проекта несмотря на то что преподавателем было сказано что к мнению педсостава будут прислушиваться многие в этом сомневаюсь мне кажется там больше всего расстроились преподы что учить теперь придется или учиться скорее студентов году же их будут учить типа блин работать придут придется нет они же скорее всего объединяются чтобы наконец-то у башку появился нормальный сайт для поступления расписание нормальная появилась прошлый раз ты думал у них ребусы были они такие солнышко и там , сверху мама я на юридическом и все мне кажется после того как они объединятся у них вот это будет странная совместная страничка как обычно влюблен в башку и вот еще самый главный вопрос про который забыл спросить вот нужно же общее название раз они объединяются значит что значит единый ваш башкирский авиационный университет ебал получается есть хэштег будет за объединение за где вас учится и балка неплохое название придумали надо брать ну да обязательно позовем будущего ректора объединенного двух вузов скажем что нужно делать а если они ректоров съединить на причина также студенты уже 8 февраля выходит на очное обучение я вообще не рады то какие финны да у них наконец-то появится эти посетители блин только студенты до выбрались из депрессии после первой ну как закрыли первый раз они такие лапы более-менее выбрались а сейчас опять вспоминать этих одногруппников где ты учишься вспоминать это странно блин ну пострадает яндекс еда жестко почему как сейчас все сотрудники учитесь пойдут обратно в университет и снова мы возвращаемся к педу все дороги ведут федеральнический мне кажется это слога цепочка уже во враг это моя закончил педуниверситет смотрите в башкирии запретят высаживать из транспорта детей без билетник нет нельзя а если они с родителями поедут ну типа у родителей нет денег их высадили ребенок осталось такая сцена когда они стоят на остановке закрывать дверь я вернусь за вами они 10 лет стоят на остановке он уже возвращается через 10 лет за рулем газели просто это бы объясняла откуда вот эти кореша водители передачка перенесли детей воспитывают внутри транспорта смотрите согласно инициативе запрет на высадку детей до 16 лет коснется муниципальных и межмуниципальных перевозок по до 16 получается у школьников теперь появится новое место где тусоваться ну с фудкортов их прогоняют теперь их не высадят из автобуса по кругу ездит это крутая услуга смотрите детей едут еду нет детей едущих зайцев нельзя будет высаживать вне остановки вне населенных пунктов ночное время с 10 до 6 утра при температуру при температуре воздуха ниже минус 20 градусов и при опасных метеорологических условиях законно проект разработаны для поощрения безбилетного проезда а для безопасности детей защиты их жизни и здоровья круто но блин столько много условий мне кажется что в конце они могли написать и на 3 лунные сутки нельзя реально слишком много условий по моему ну да очень много пунктов которые надо соблюсти а если например человек ну получается если человек все пункты выполнил кроме одного ему просто ну окно открывает чтобы он дискомфорте ехать или бабку подсаживать в конце умирать на руках ну реально типа ну сейчас высаживать начнут и мне кажется дети которых высаживают они по-любому ну какие-то там посты будут писать вот меня высадили бажда тпл дети тип появится мне кажется бажда тпл дети мне кажется очень классно быстро весь 49 проезд хамство потом начнут хабиру писать причем младшему смотрите новость новая во время жестких задержаний в эфи но были такие допустим были были да но мы об них не говорим да в уфе элвин грей выступал на концерте презентовал свою песню кайфую момент задержать ну типа да вот но признал новую песню во время ну да но я ленгрей это из тех кто на поминки ходят с анекдотами такой типок смотри напомним что внезапно объявление концерта со звездами башкирской эстрады в эфи 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 слизались планируем митингом сторонником алексея навального чтобы отвлечь от его от него внимание официальная его приурочили ко дню студента который прошел 25 января и дню отказа от интернета и море вот все люди вышли за день отказа от интернета микрофон орет люди вышли на улицу но у них же интернета нет вышли погулять действительно нет мысли что до евген грей вышел чисто побесить людей задержали вот вам песни кайфую для человека в бобик ведут он такой рядом идет все что касается звезды эстрады пишут ради кавиль акшина постоянно застает располаг жители башкирии так осенью его назначили советником главы башкирии а также он оказался злостым неплательщиком штрафа за нарушение закона а еще он причем ну статарстаном повязан и гадят только в башкирии получается моргенштерн еще ничего такого типа хорош парень гора через несколько лет ну и лунгрей будет сидеть у дудя и тоже ну говорит что это все был стек я вообще офигел песни на татарском кому-то интересно прикол вы когда-нибудь слышали в игре он не так разговаривать он не пойдет типа автомате мы просто думаем что рост альянской мафии просто сознательно как бы мы над ними смеялись главен у нас авторитет я ну типа да ты чайный гриб вдвоем от вытвоем слушается его плеваешь основная асада аудитория митинг за игре приобрет к салу и чайный гриб это не я это татарская кровь на дым какой момент татарская кровь просыпается ну когда оскорбляют татарских певцов 2 когда часть молоком технологии развиваются в уфе уже в мае двадцать первого года а завязан айфон технологии развиваются уфе уже в мае двадцать первого года откроется айкию барк случае с башкирии скорее всего будет айси кью парк с уровнем развития технологий я один кто помнит айси кьюда на моем мире сидел он нас так и собрал единственный кто ему войске ответили а какой ник был тимур войске волосать тимурчик через совместный проект с фондом сколково в котором будут представлены различные сервисы для резидентов комедий клуба вилку ложку зашел вот меня вилка вот ложка нет вообще ну типа я так понимаю что это будет какое-то айти направление ну а какие задачи решать в рамках хотят направлении у нас республики максимум 100 грамм хабирова раскручивать дверь человек который работает в эти сфере это короче я читал это будет знаешь где вот напротив угату напротив третьего корпуса там где мы обсуждали где дом молодежи и вот здесь вот такое стеклянное здание вот как раз вот это будет который супом он был раньше то есть студенты меда и авиационного будут постоянно выходить и видеть перспективных людей которые чисто на скобоксе отучились 4 года на парах сидят это обидно вы возвращаешься к себе вот на пару кабеляш салфетку завернут половину а там чувак сидит бабки зарабатывает перспективка мне кажется больше какую-то свою историю сейчас рассказал это чувство что ему нужно ехать на вахту там вот такая история что он стал с бельшом они разворачивают на вахте ты не увидишь лишних людей нет нет залетных нет перспективы там сразу только ты и медведь группа грустных людей мы вас на вертолете привезли сидит даже можно группу назвать на группу грустных людей мы так чате называют все уже придумано что присылает чат вахтовиков какие приколы то что друзья как высокие парка перешли на чат вахтовик вот то что вам присылают родственники 20 вот эти видосы все прикольные они сначала присылаются туда то есть нет сообщить ну нет таких сообщений где мы прислали видео и она пересланы она прям от вы первых то есть это нечего делать его подобрали начали вот туда сначала скачивать видос а потом уже все оттуда мне кажется они сами их монтируют вот эти все вставочки с юбилеем 36 лет да нет там всего одно сообщение холодно все больше ничего нового вернемся к парку подумал типа в татарии открыли целый город построили инополис и на инополис там построили целый город у нас сейчас говорит а у нас когда не открыли здание сейчас этому за ничего дадут звание города ну типа учет татаре дали и чешмы взмой взвод тогда ничего хочу им не дали звони города и вообще я не знаю правда это или нет что в какой-то момент чешмы могли взять статус города но не забухали я же домой не езжу чтобы не пить и что гоша и чешмов если вы тоже оттуда вывода больше не увидеть ну чтож друзья у нас сегодня есть гости как обычно мы приглашаем людей буквально недавно состоялось большое событие огромный гигантская я на самом деле честно удивлен почему об этом не говорят сми мне кажется что это единственный человек отвечает именно за эту индустрию с обычно приглашаем политиков мы решили разбавить что никто не отвечает за гламур башки существует судя по тем кто там собирается орать париж с революционным костюмом я смотрел фотографии с этого мероприятия в таких костюмах вроде не было никого лучше об этом исправить что за мероприятие совершенно совершенно недавно прошло мероприятие она проходит ежегодно это признание года люди микрофона станет и я пью друзья под ваши ответы евгений мошкова расскажи мне мне вот есть на вопрос почему башкирские сми обходят гламурные мероприятия почему почему никто об этом не говорит почему не существует же люди как ты ему не как ты его на другие люди которые одевают эти вот костюмы все надевает уволен поэтому я там никуда и не хожу вопрос просто реально много вас таких подожди на какие сми какие сми остались что прошла светская вечеринка пришли в стразах у там у меня маска был бриллиантно там ноги ноги за 6 лямов на самом деле всегда писали но поскольку это год особенный был как мы посмеялись с ведущими какой год такая церемония то 29 всего лишь отменили все ограничения 30 мы провели за один день подготовились понимаешь но у тебя были такие ведущие замечательные вели на блюдо правильно потом его стоило да вот этот ну это же как она себя позиционирует или то он или это просто образ она она ну как верка сердечко нормально так старая средний возраст на твоих вечеринках сколько реально 18-55 то есть самый молодой клиент потому что мероприятие 18 вы понятно кто нет нет три вот правда 18 скажите пожалуйста поподробнее я к сожалению не в курсе что вообще происходило не к каком формате это все как раз попасть на это мероприятие ну что нужно купить что нужно если 1 жизни во францию купить себе партнером телеканала быть партнером церемонии можно просто купить билеты но их очень мало в продажу то есть мы там гарантирую количество билетов чтобы не было лишних людей кто такие лишние назови и фамилии то есть собрались они там а нам нельзя все в следующем году ждите нас ты поедешь как обычно на вахту надо очень много много денег и обязательно вернешься и один раз ходишь на да да потом брали бы на сцену артистов до кого не пускают туда тех кто не в расходе как-то не заплатил тех у кого нет сразу понятно у тебя есть за своей школы сеть уже старашку 3 3 уже открывается открылась открылась детские сады и школы я понимаю почему они начали открываться как уже нет нет было просто пандемии в интернете легко было школу открывать даже сеть и в интернете они во флайне не так было тяжело было закрывать школу и переходить на всю эту историю на самом деле я просто учредитель потому что я больше я уже наплевал в школах я являюсь строителем директора персонал поэтому у строителей веселья изначально а потом строители у меня информатики психологии заметили что сюда приходят успешные люди то есть условно грубая там музыка и пункт закончен ахмадину ахмадинуров глава един россии просто выпускников педа учился свою группу хочется я один удивился что теме учился на информатика и психология тогда это было модно это было объединено когда культет истории партнера он не закрывалась я видел тебя в историях что вы частные школы могут соблюдать нормы сантим то есть расстояние так далее частный школу могут соблюдать они часты потому что в обычных школах 40 детей в классе а в частных 15 больше не бывает какой-то отбор или там ну так же после такой мероприятия такой же можно быть партнером телеканала просто принести деньги 5 лет нужно быть просто умным ребенком потому что это кастинку безусловно детей тестируют если они соответствуют что ты в куче пришел и надо писать шмотка говорили об айкью поэтому слайдю портук открывается так что то еще рано то есть это у вас только открывается у меня открылся четыре года назад давайте этому по вадим понятно это первый на 5 который ты в год что-то делал послушай но не первая на вообще такие фартовые люди потому что в сентябре когда сняли ограничения мы провели grand ball and battle show ежегодный потом ограничения опять вели и мы уехали на взятых опять сняли 30 мы опять провели страну первого их опять вели grand ball and battle show ежегодное такое светское мероприятие бабочки хорошо пол бои ставки бега ставки незаконные как-то незаконные тоже что такое светское что-то такое светское в башкирии луфе что это такое как это едят что это как это должно когда приходит в гости не так как мы сейчас знаешь готовить бабочки смокинги шампанское клубника все красиво это так вот и дерутся потом это в рейт гламур никогда не умрет он всегда будет отвечаю чтобы не хватает но просто сколько я знаю таких о ну то есть сейчас остались либо клубы вообще то есть но для между для молодежи они остались для тебя мне кажется за бар последний закрылся не разница что рук с кафе закрывая да да ресторан где можно поесть нужно только есть по идее курить кальян сейчас вместо для танцевали клуба у нас ну не клубу окей то есть молодежь куда пойти либо потанцевать либо в караоке а ты получается для людей которые могут ну то есть не неохотно иметь наверно куда где молодежь устраиваешь вот такие я делаю это много лет уже 13 лет всей этой церемонии поэтому она востребованная интересного к нам в редко попасть у нас все забито и когда были очень там важные гости несколько лет назад они мы на правительственные мероприятия не можем собрать людей у вас всегда битком послушать а что ты удивляешься когда ты два года назад помогал мне после этого где не стало денег был сам на мероприятии ты собственно видел полную посадку нет это понятно такое устаревшее понятие также как и светская львица светское мероприятие она какой-то изжившая себя но тем не менее люди его употребляют все скули тоже говоришь вот говори честно нет давайте мне терять нечего я говорю но только потому что не знал и не пони не подсказал тимур опять который говорит мне кажется что все скобицы блин то крутого ну типа если меня назвать мне нравилось назвали мне кажется лет пять светской львицы не на светской львицы мне кажется до которых за кем-то ходят я не знаю как молодым девушкам поймать хорошего да ну можно не ну можно допустим на девушке попасть попасть на твоего мероприятия и вот найти какого-нибудь там холостяка и там что будет можно это же сводничество нужно еще одно мероприятие когда я подумаю на том формат не ну мне кажется же можно какой-то формате собрали мне не надо мужикой с какой-нибудь взрослой женщине я возьму мама есть отмоют пристроить будешь жить хорошо такая же галактика это слово взял смотрел фильм бабник так ты выходные проводишь планы какие у тебя дальше открываться все ты думаешь все откроется у нас такая ситуация либо открыта либо закрыта потом ты сама говорил ты только открываюсь чем проведу опять закрывать может быть этот предвестник может быть этот всадник апокалипсисе то которые то есть вот проводишь мероприятие сразу я напишу даты наших следующих мероприятий прям в посте буквально завтра и все поймете когда когда вы же проводить мероприятие у вас же летом какой-то вышел снимали до ждать сюда слышу да мы просто задавали о том что многие пишут и спрашивают когда же появятся новые новые выпуски снимала про свою семью начался карантин я поняла что делать я поняла что ну что делать какое-то время действительно закрылись детские сады реклама встала мероприятия нет и мне предложили снимать давайте снимать ваши будни детей я уволила домработницу потому что поняла что оказывается работал работала тут появилось время посмотреть камерой мне предложили девчонки давайте снимем но собственно мы сделали несколько серий не с июля месяца пишут когда второй сезон и и вот мы вроде как приступим сейчас делаем подсъемки и включим какой-то сюжетный поворот сериале типа баха во втором сезоне кажется что у вас седьмой ребенок есть линия чем закончился какой-то был твист в конце что то есть был твист когда девушка старшего сына забеременела потом сказала что наврала я сбивает машина и все спрашивают на что она умерла не умерла родила не родила и в инстаграме посмотрите этим закончился готовить я говорю давайте уже кого-нибудь мне приведите просто кто-то готовить увидел на сижу за фокол фай там что-то был какой-то просто молодежь за не следить и были типа состава я увидел наш коду мол вы же как-то говорили было забавно если бы она у тебя в ответ спросила а чё у тебя же брат да устроился пока мы на телевидении у тебя очень завидные сыновья уже в возрасте в котором наверное пора дай бог смотрит телеканал всего факт кто-нибудь обычно все смотрят на телевизион микс смотри а что как девушкам которые вдруг встретят его сына где-нибудь как подойти как понравится маме как подойти как понравится маме что нужно как она должна в первый раз появиться у вас дома какая должна быть невеста мечты если бы ты меня спросил полгода назад я все сказал там свои требования поскольку сейчас общается с отъехавшей бабой девушка а сегодня помылся в уху съездил за деньги это были чешминские будни горши поэтому хочу сказать что она мне уже нравится хорошо ну как просто быть иногородней все одет в одну требованию получать ну как понравится маме но совет как понравится маме ну то есть что лучше первое сделать когда заходишь в дом как зайти в короче должно повезти я должна быть настоящая любовь тогда любая мальчика нравится молодая лежит она приходит такая смотришь о пришла что мы будем не будем как-то и зная довольно-таки беда coxor я он умерла вообще не покупал как-то я сказал все это буду искать не пофига в этом будущем мы не получали 20 лет сейчас идет ой авиапетов и и поток это умерла Давай в конце анонсируем какое-нибудь будущее мероприятие, которое у тебя пройдет, если есть такое. Конечно, есть. Во-первых, мы начинаем comedy stand-up. Мы начинаем. Ты в курсе, ты помнишь, да? Нет. Твои колнатные мероприятия приурочены в дни влюбленных. Затем наши ежегодные выезды с телеканалом, веселые, мафия, нарды, карты, турниры. Это Павловский парк и Альдега Hotland Spa. Будет в начале июня ежегодный фестиваль моды и красоты Fashion and Beauty Day. Много мероприятий. И суд, и день. Главный конкурс Республики Башкортостан, который мы делаем. Мини-мисс, мини-мистер, миссис Башкортостан. Для... Карликов. Нет, для замужних женщин, которые тоже хотят быть на сцене. Вот. Мы в миссии у нас такая. Блин, ну круто. Кто-то ложится этим заниматься. Просто серые будни. Собраться и обосрать и Элвину. Товарищ, ну что, святого. А тут вот людям. Люди, дайте удовольствие. Всем приятно, все счастливы. Нет, спасибо, что ты есть. Отлично. Ну, я думаю, что у тебя миссия невыполнима в эффект. Спасибо огромное, что к нам пришла. Спасибо, что ты есть. Обязательно мы перенесем свое шоу на MTV Mix когда-нибудь. Когда нас закроют, скажут, можно так. Не шутите. Спасибо огромное. Счастья, люби. Поэтому у нас никто не связан с политикой. Абсолютно. И у нас в гостях сегодня человек, который тоже закончил педа-университет. Насколько я знаю. Опять успешный человек. Опять успешный человек. Опять с педа-университета. Не те вузы объединяют. Да. И не тот канал мы представляем. Да. И я думаю, что этот человек должен писать им таким голосом. Я не понимаю, почему они так разговариваются. Ну, типа, привет, друзья. Голосом Элона Грейза. Да, да, да. У нас в гостях Кирилл Патрено. Под вашим аплодисментом. Взял сам. Я так понимаю, что правильно, что ты же делаешь много-много озвучий. Да. Аликс Фильм, ты с ними сотрудничаешь или ты у тебя контракт с ними? Нет, я как... Фрилансер, да? Один. Ну, да. Один из основных. Голос вообще знакомый. Голос знакомый. А какой последний ты озвучил? Я видел в титрах, ты озвучил Ванда Вижн. Да. Есть твой голос. А кто ты Ванда Вижн? Всесторонние персонажи. Не главный геор. Всесторонние персонажи. Ну, все вот эти вот. Ветер. Очень рад, что у персонажей такой павственный голос. Там ребенок, мама, пошли забыть. Смотри, давай начнем с того, что ты закончил педауниверситет. Все верно. По специальности. Физик, и у меня два профиля. Психолог. Физик. Физик и безопасной жизнедеятельности. Да, вот так вот. Схожие профи. Блин, на него Гукирил разговаривает как человек, который вот в школе все мероприятия вел. Вот примерно таких голосов. А ты нам мероприятишь? Да, постоянно, типа, вот тогда эксплуатировали. И в университете постоянно, между прочим, всегда на сцену. Кто ведет по тренок, пожалуйста. А может, можно тебя попросить потом хасла перезаписать твоим голосом? Какие сериалы-то озвучил еще последние? Так, я сразу так не скажу. Мандалорец озвучил? Мандалорец, главный герой. Мандалорец. Ты оглушил Мандалорцу. Так вот так он выглядит, окажется. Ну, там типа, привет, Хасл, а галактика в опасности. Привет, Хасл. Послушай меня, галактика в опасности. Блин. Не, на самом деле, это очень удивительно, потому что немногие знают, что в Уфе работают люди, вот они озвучивают их любимые сериалы, они могут смотреть сериал, и не зная о том, что человек этот живет в Уфе. Ну, вот сосед озвучивает у тебя, прикинь. Ну, да, происходит. На самом деле, я озвучиваю дома, у меня, ну, как лоджия, я ее переделал в свою звукозапись. В свою звукозапись. В студию звукозапись, да, все верно, спасибо. И сижу на балконе, собственно, и, наверное, соседи меня окружают. То есть, они с другой стороны, вот, Мандалорец. Стоишь, куришь с телефона, смотришь. Там тишина. Вот часто приходится озвучивать ночью, да, и у нас, если актер кричит в кадре, мы тоже кричим. Вот так, у викингов, да, озвучивали. Я думаю, соседи, ну, такие... Кого-то викингов озвучивало. Ивар, бессмысленный, да. И, ну, также старой персонажей. Вот, да, сам основной Ивар. А как происходит работа, я так понимаю, на крупную студию вы работаете, да? Ну, да, то есть, ну, то есть, ну, не, ну, тебе присылают, что? Тебе присылают серию. Да, все верно, приходит серия, приходит монтажка. Что такое монтажка? Это бордовский документ, где написаны твои персонажи, собственно, название фильма, сериала, и тайм-код. Это временные... Мы не понимаем, что вы тайм-код, да, зрители с ними понимаете. То есть, это секунда. Доверишься в зрителей все уфы, да? Где ты говоришь и что ты говоришь? Что такое тайм-код? Вот, и сколько уходит на серию, примерно, у тебя? В среднем от 20 до 40 минут. Ну, то есть, практически с первого раза? Ну, да. Не всегда, конечно, у меня даже есть видеозаписи. То есть, одну фразу, например, чем короче фраза, тем сложнее ее записать. Тот же самый. Да, 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 да. Сидуло 500 миллионов. Если орган случился, да? А вы понимаете, что... Не у него... Нет, нет, а бывает такая вот история, как бы, ну, типа, ну, надо записать органз. Ну, как бы, ну, ну, конечно, в постельной сцены, да, ты тоже сидишь и озвучиваешь. Если дубля, что ты сидишь и... Да? А как? Так иначе. Ну, я думал, сейчас ему пил стандартный помидор с драковой, но я не знаю. То есть, физику ты... Я сейчас перелазил через забор, да, если... Нет, давай. Вот это все ты тоже сидишь и озвучиваешь. Каждый крик тени, но если дубля, что, а куда деваться? Еще и в губы. То есть, ты делаешь липсинг, в губы, в смысле, озвучиваешь в губы. Должен попадать, если актер начал говорить, ты вместе с ним начинаешь, он закрывает рот, ты закрываешь рот. Все, то есть, это ты должен как бы... А как ты помнишь свой первый, первый фильм или фильм, ну, фильм или серию сериала, который ты озвучил? Какой это был? Первый сериал был в озвучке, не скажу, чьей озвучке, потому что, наверное, нельзя, это пиратские пираты. Пиратские пираты. Да, озвучивал, озвучивал последний магнат сериал. Я слышал в этом сериале, но не смотрел. Я тоже не смотрел. Озвучивал лишь один сезон, даже не сезон, по-моему, первые три серии, и дальше закрыли, перестали. Нет, понятно, а как к тебе первые собратились? Или ты просто поставил свою заявку где-то? То есть, ну, как ты пришел к этому? То есть, ну, то есть, понятно. Курсы какие-то, что это? Нет, самоучка, самоучка. Начал ломаться голос, начал повторять за всеми ведущими радиотеле. Артур Пирожков, пожалуйста. Ты хочешь меня? Я так и знал. Вот за этим все повторяешь. Можно это поменьше? У меня девушка просто в зале сидит. Я хочу с ней уехать потом. Не напирай, не напирай. Ладно, на вечер. Извечающий перебиваю. Вы понимаете, что он таксистом вообще же... Таксисты всегда в шоке. Он может навигатор обманывать. Я говорю, поверните направо. Чего? Ну вот, собственно, повторял самоучка. Повторял за дикторами, за всем и пришел. Был кастинг на озвучивание игры Dota 2. Русские решили сделать свою локализацию и запустили кастинг. И я такой... Фаргус? И всегда ты какого-то. Да, тогда я еще ходил чешком под стол. Петя Гланс всем рулит. Гульмен. Кстати, Петя Гланс мой коллега. Это Дэдпул всея Руси. Если вы уже знаете. Он в фаргусе озвучивал такой, один из ведущих голосов. Собственно, на чем я остановился? Про озвучку Dota 2. Правильно. Вот, записал я видео, выложил в общем группу. Они меня не написали, не пригласили, не написали. Но написали другие. Не хочешь ли ты озвучить игру Ryzen 3 и Borderlands 2? Вот, это первый мой проект вообще в озвучке. Я согласился, естественно, работал бесплатно. Но чтобы набить руку для портфолио, это классный проект. И язык, скорее всего. Набить язык. Тоже верно, да. До сих пор. Каждый день ты сидишь перед микрофоном и набиваешь язык и голос. И это все каждый день. По сей день происходит тренирование. Я просто думал, что у вас карьера, у тебя. С таким голосом у вас. Карьера началась как у Северса Сталлона. Сначала порно озвучивал. Кстати, вот если идти туда, там, говорят, очень хорошие деньги. Поэтому, почему? Я скорее хочу посмотреть порно в озвучке хасла. Суй, суй, суй. Ай, да, инди, давай. Ух, как хорошо. Нет, а игры? Окей. У компании она получила уже очень много денег за озвучку Borderlands 2. Вряд ли это были официалы. То есть, это любители, которые согласились делать свою локализацию, выпустить как мододелы. А, ну да. Если хочешь русскую озвучку, накатывай, не хочешь. Можно ли этим зарабатывать? Да. Ну, то есть, это сколько стоит серия, если не секрет? Ну, к примеру, ты можешь не свою цену назвать, а хороших на рынке. В хороших релиз-группах, где 4-6 голосов от 1000 рублей. За серию? За серию. Ну, грубо говоря, от 20 до 40 минут твоего реального времени ты получаешь 1000 рублей. Но тут работает принцип 80-20. 80% работы приносит 20% прибыли. И наоборот, 20% работы приносит 80% прибыли. Принцип Паретта. Все верно. Вопрос. А вот ты сам же сериал смотришь? Ты сам сериал смотришь? А ты вот в какой озвучке смотришь? В последнее время очень редко смотрю сериалы, но если смотрю, стараюсь смотреть в своей озвучке для работы на даши. Ну, как ты так посмотрел же его, когда озвучивал? А вот нет. Иногда бывает, и вот нет времени смотреть. Сейчас график такой тебе надо. То есть ты в день можешь там по 10 серий, да, озвучиваешь? С утра просыпаешься, ты какой-нибудь добряк. Крючур, ты какой-то старикашка, а где-то там еще и маньяк, который не хочет как-то добрять. Вы понимаете, что он человек, которому всегда открывать домофон? Откройте, пожалуйста. Ну, конечно. Хоть бы ко мне еще и так ведут. Я теперь больше никогда не буду жаловаться, что серия долго выходит. Это титаническая работа вообще. Это потому что занимается, во-первых, выходит это все на каком-то сайте. Занимается переводчик скачиванием, потом переводом. Он одну фразу может переводить, я не знаю, часа два, даже просто, чтобы ее как-то адекватно перевести, чтобы понравилось зрителю. И потом уже работает третий состав. Это люди, которые, собственно, голоса. Дальше это все отдается на сведение. После сведения это все отдается начальству, который все это запаковывает и выкладывает уже в сеть. То есть это целая команда, да. Такой непростой. Есть какая-то мечта. Можешь громче разговаривать. Что случилось с тобой? Тебе тут упавил? Он теперь своего голоса стесняется. Нормальный голос, Техасов. Ты можешь разговаривать. Да. Все, возвращайтесь чайный гриб. Все, дружи с ним. Своим чайным грибом. Что ты хотел спросить? Другими грибами не надо. Я все понял. Что ты хотел спросить, Хасов? Я забыл. Вы меня засмущали. А ты кайфуешь, когда в конце серии, говорят, роль озвучивали, там, Ростан Хасов, Кирилл Патриду. Разумеется, разумеется. Во-первых, не во всех релиз-группах произносят состав трудящихся. Это переводчик, это голоса. Я впервые реально посмотрел Вандвижн, и когда мы задумывались с тебя позвать, я реально не думал, посмотрел Вандвижн, я не думал, какой-то озвучки просто. Понятно, спиратилл скачал, потому что он выходит на Disney+, иначе никак. Ты не посмотришь, как он зарял. И там в конце прям был, роль озвучивали, и вот там была твоя фамилия. Кайфуешь, кайфуешь в первое время. Такой типа, о, я вказник. Или потом такой, смотри, кто озвучил. А ты ни разу не просился кого-то озвучить? Ну, то есть, допустим, Мандалорис, приятнее, наверное, озвучили главного героя. Понятно. Ну, к примеру, да. И ты ни разу не просился о том, что я бы хотел озвучить вот именно этого персонажа. Нет, такого нет. Потому что занимается подбором голосов все-таки глава нашей. Игорь Волков, он подбирает похожий голос, приблизительный возраст. Где-то с возрастом, ладно, я наврал, потому что частенько звучу афроамериканцев и пожилых. Вот поэтому ставят на более пожилых. Вот, а так ты не выбираешь. А в дубляже, между прочим, если ты хочешь получить какую-то роль, ты идешь на кастинг. Ты проходишь пробой. И тебя уже утверждает не тот человек, который курирует это все в российском прокате, а это может быть даже заказчик сам из Голливуда, например, кто снимал. И он утверждает голоса, то есть так, со звездными войнами. А ты пробовал так куда-нибудь? Нет, я из Уфы, я самоучка, я говорю пока. Я из Уфы, я из Уфы. Не расстраивайся сильно. Ничего, собственно, здесь такого нет. Если ты куда-то хочешь, это, разумеется, Москва, в сахте-пут. Вот и просился в итоге куда-то или нет. Я вот это просил, как бы не хотел. Возвучить кого-то или хотел бы. Нет, кого-то. А у вас глава Игорь Волков, даже не Алекс? Нет. Почему Аликсфильм? Почему вообще в фильме? Как-то задавал вопрос, почему Аликсфильм? Мне сказали, потому что. Ты реально интересовала, знаешь, одно право. Ну, конечно, почему? Я такой думаю, глава Игорь Волков. То есть ты как Хасл. Аликс, откуда ты? Вопрос, ты говоришь, что в Уфе ничего такого нет. Планируешь ли ты это здесь развивать, там, открывать, например, какую-то студию здесь? Или как-то планируешь, ну, так же работать сам по себе. Предлагай свой голос из правительства кому-нибудь. Просто иногда посмотришь на третке, ну, мы этот снег решили, а все. Врикинь, реально его голоса озвучивать. Мог бы мэру Уфе озвучить? Да, конечно. Почему нет? Так, нет, давайте вернемся. Давай мы реально тебе пришлем кусочек мэра. Кусочек мэра. Кусочек мэра, кусочек мэра, кусочек мэра. У нас есть кусочек мэра. Мы будем послать мэра по кусочкам. Если вы не погибли, системы. Нет, это понятно. Давай, для эксперимента, вы просто отправите мэра нашего. Сами напишем текст. Конечно. Ну, то есть какой-то текст. И ты озвутишь вот это выступление мэра в рекламе. Вы часто смотрите рекламу, вы думаете, это вот действительно тот голос, который вы видите в кадре, нет. Зачастую, да. То есть это получается по картинке мальчишка может быть и хороший, а голос поганый. А голос поганый. Ну, как у Артура зачастую наоборот. Ты просто погадый человек, а у него голос поганый. Так, мой вопрос остался без внимания по поводу развития этого направления в Уфе. Пофиг ли вам или не пофиг? Хотелось бы. Хотелось бы что-нибудь такое, но это мафия. Можно так скажу. Ну, во-первых, Уфе какая мафия? Большой мафия. Большой мафия, допустим. Нет, он ведь это позже. То есть здесь, ну, каждый это же хлеб. Каждый за него будет бороться. То есть условно он не хочет себе вырастить врага. А прикинь, какие у них разборки повстные. Нет, не в этом дело. Ты забрал мне климп, а ты, я не забрал. Хорошо, пофиг. А голосовухи ты как записываешь? Обычно? С удовольствием. Нет, вопрос из личного. У тебя, ну, здесь девушка или какие-то отношения? Есть. Вот. Есть у нее какие-то любимые фразы, которые ты должен говорить? Да, да, да. Ну, нужны моменты, кстати, нормальные вообще. Ну, в смысле, и что такого? А как ты в быту, типа, ну, есть же бытовые ситуации, типа, почисти лук. Да, да, да. Типа, я помыл унитаз. Теперь твоя очередь. Что теперь? Домашняя радость. А у тебя есть любимые фразы, которые ты сам кайфуешь? Типа, вот, блин. Или любимые фразы? Или, может, да, да, роль какая-то Сазанька. Там, в «Звездных войнах», я не знаю, там фразы, которые «Люк, я твой отец», и ты бы хотел ее. Да нет, такого нет. Все любимые. Ну, нет такого, да. Типа, вот сейчас очень часто после выхода «Мандаловца», после главного героя, просят озвучить «таков путь». Постоянно. Скажи нам «таков путь», «таков путь». Таков путь. Ты можешь? Слезай сейчас, чат с друзьями. Поехали. Можете, пожалуйста, голосовуху сказать, что «Привет, башка». Привет, здорово. Нет, он типа «Мандаловца», «Привет, башка». И я иду за тобой. Таков путь. О, саможен. Привет, башка. Я охотник за башками, поэтому скоро я приду за тобой. Таков путь. Не удивляйся, если тебе на карту десятку кину. Может, еще что заказать? Давайте стручить. И в «Голосовухе» можно проще сделать. Блин, это очень круто. Ну что ж, если у вас вопросов нету. Вопросов куча, просто время уже. Есть самая знаменитая фраза, которую знают все. «Какое-то казино сошло с ума и отменило все лимиты на выхлопе». «Рази код» и получается «Играя виртуально, выдумая реально». Это тоже я. Мы уже сделаем из зубы. Спасибо тебе, Кирилл, что пришел. Нет, еще. Кеда университет. Хорошо или плохо? Честно? Честно. Мне не очень понравилось. Кормят невкусно. На любителя, так сказать. Но это мое мнение. Но все же, пока из десяти его и из десяти больше было гостей. Человек 15. 20 гостей. Половины было из педуниверситета. Все успешные. Но я сразу оговорюсь, я не люблю учиться. Я люблю заниматься тем, что мне нравится. Так как я жил в Черниковке, мне приходилось ехать в 6 утра вставать, ехать куда-то в другую часть города, в этом пазике, еще когда не было автобусных полос. Ты мерз. И я это не очень люблю. А потом еще в Черниковке возвращаться. Вот видишь, почему так хорошо в педуниверситете учились. Я тоже садился в Сипайлова, ехал в педуниверситет, в автобусе, мерз. И мне больше не хотелось так этого делать. Короче, через тернии звезды. Через тернии звезды. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел. Спасибо большое. Спасибо большое.